Друзья, всем привет, Жука Витальевна на связи и сегодня я запускаю новую экспериментальную рубрику, в которой я буду отвечать на ваши комментарии. Данная рубрика преследует цель стимулировать вас задавать интересные вопросы, на которые я буду давать ответы, которые будут также интересны моей аудитории. Я думаю, вы в курсе то, что в понедельник и пятницу я выпускаю свои ролики и, соответственно, комментарии, которые, ну, действительно достойны обсуждения, мы будем разбирать в этих выпусках. Сразу скажу, что я оставляю за собой право и, вероятнее всего, не буду отвечать на негативные и глупые комментарии. Будем разбирать с вами исключительно то, что достойно внимания. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, а мы начинаем. Итак, друзья мои, пожалуй, начнем. Так, начнем с выпуска, который был в пятницу. Биткоин у нас, кстати, отскакивает. Ну и сразу комментарий, верю, не верю, охрененный трейдер, ромашка в помощь. Если бы все как было, вот, как многие думают, что здесь угадал, не угадал, но я бы столько лет этим не занимался, мне бы это не принесло доходу, не сделал бы ремонт, не сделал бы эту студию, здесь все сделано за криптовалюту. Вы реально думаете то, что YouTube канал может нести какие-то такие невероятные бабки, которые все это дело покрывают. Друзья, вы очень сильно заблуждаетесь. Действительно, трейдинг, просто трейдинг, многие из наших соотечественников не понимают то, что это не сейчас вложил, завтра, короче, у тебя плюс 10 тысяч там процентов, и люди не понимают, что такое торговать на дистанции. Это работа. Работа самое, что ни на есть, настоящая. Работа чуть ли не круглосуточная. Я постоянно, ну вот этот телефон пиликает, ой, постоянно этот телефон пиликает, что курс так, курс сяк, и все время надо отслеживать, все время надо принимать какие-то решения. Это не то, что там, не знаю, но это не казино, не лотерея. Да, здесь есть вероятности, но прямо вот так, чтобы монетку подкидывать, такого, конечно, нет. Виталик молодец, что признался, все сделки в плюс не бывают, минус тоже есть. Именно об этом говорю, это теория вероятности, и да, есть вероятность какого-то движения больше, какого-то движения меньше. Лайк за вступление, с днем рождения. Ну да, там была рюмка водки на столе. Спасибо, что поздравили. У нас так получилось, что и у меня. У меня 23-го числа день рождения, у Алены 18-го числа, и у нас на одной неделе дни рождения. Это, конечно, немножко это тяжелая такая тема. Скажу честно, я, в принципе, не очень люблю праздники. Ну, спасибо большое. Рипл по 10 центов, это 100% будет, но, возможно, ошибаюсь, и он будет ниже 7 центов. На это у меня совершенно простой вопрос. С чего вы это взяли? Где вы такие уровни увидели? Ну, просто Рипл как бы уже очень-очень-очень-очень давно. Я вот, он ниже 7 центов стоил, это я только-только входил в криптовалюту. Там, да, по 5 центов я его брал. Это сколько лет назад было? Эти уровни уже не рабочие. Да, сейчас есть поддержка, да, поддержка, стрёмно то, что мы её всё время тестируем. Но на этой поддержке есть хорошие объёмы. С этой поддержки мы не раз ловили очень крутые отскоки. И отслеживая то, что есть интерес покупателя. Я понимаю, мы бы пришли к поддержке, и у нас там не было бы интереса покупателя никакого. Это да. Виталий приуныл с днём рождения. Спасибо за поздравление. Не приуныл, скажу честно, за то время, сколько я вот всё это дело торгую. У меня настолько атрофировалось. Я вам скажу честно, вот если бы у кого-то там были такие просадочки, как бывают у меня, я думаю, кто-то бы уже в окно вышел. Абсолютно нет. Нет, я отношусь пока деньги на бирже, пока этот фиат на бирже, это не более, чем циферки. Для меня деньги это вот в кармашке. Вот здесь вот в кармашке выведены это деньги. Всё. До тех пор это просто работа, это просто циферки. Где есть плюс, где есть минус. Но вот непосредственно деньги и средства, за которые можно что-то купить, это то, когда оно у вас в кармане. Ладно, вам рассматривайте, как возможность закупиться на Чёрную пятницу. Абсолютно так же считаю. Это, кстати, видите, как пеликает, это к вопросу о том, что такое работа или не работа. Так, ты стопами не заморачиваешься? Нет, не заморачиваюсь, потому что, я думаю, вы обращаете внимание, насколько сильно сейчас всё нацелено на то, чтобы это дело выносить. Выносить жёстко. Каждое движение у нас начинается со сноса стопов. Если ставить даже, да даже ставить какие-то глобальные стопы, всё равно, даже в глобалке мы с вами смотрим, всё время наблюдаем сносы. И я всё-таки предпочитаю, вот, я вижу 7600, да, я уже смотрел этот уровень, соответственно, понимаю приблизительно, как и что там торгуют. Сейчас запишу ролик, посмотрю по журналам, что там проторговалось. И можно будет там, например, понять, есть смысл выходить, например, по 7600 экстренно как-то или нет. Просто, например, я уже его смотрел, я понимаю, что нет, потому что там сейчас хороший объём, у нас был сквиз и, вероятнее всего, мы полетим дальше. Ну, вот, стопами нет. Теперь напишите, кто сидит в группе платной, больше заработали или слили. Насчёт платной группы. У нас есть люди, которые копируют мои сделки полностью, 100%. Вот, мне пишут спасибо, благодарности, да, не всегда плюс, не всегда это минус. Но есть люди, которые, например, типа, вот где-то влетели, да, а потом, например, проигнорировали. Ну, и, разумеется, виноват Виталий. Вообще, я хотел бы сказать, что моя группа – это не сигнальная группа. Я там исключительно описываю свои соображения по рынку, да, в ежедневном формате, но я не даю там какого-то сигнала. И не говорю потом, наш сигнал отработал, и наша группа заработала столько-то и столько-то. Я говорю за себя. То есть, если я делаю там какие-то сделки, я пишу их. Частенько, когда на рынке, прям, копец, ждём твоего, увидим, у тебя прям какая-то загрузка. Ну, я уже сказал, у нас два дня рождения были, плюс мне привезли из Абхазии чачу домашнюю. Я скажу честно, напиток хороший, но пить я его больше никогда не буду. 80 градусов. Ой, было мне в начале недели не очень хорошо, плюс у меня там ещё по моим делам работы за груз очень такой нехилый. Виталий Разводилов на этом рынке началось с выстрела 4200-5200. Чему удивляетесь, не понимаю. А недавний выстрел на 30% это что? Это рынок сейчас мёртв, новых денег тут нет. И биржа торопится собрать последние сливки с толпы перед тем, как биткоин отправится на ретест на. Насчёт ретеста на ничего не буду говорить. Насчёт того, что Разводилов началось с выстрела 4200-5200. Не согласен, если вы были на моём канале, когда были вот эти уровни, когда мы торговали 3300-3500-4200-4200-4700, там ключевой уровень, как сейчас помню. Там было явное накопление позиций. И когда у тебя такое явное накопление позиций, пробой 4200-5200 и, соответственно, полёт к десятке, я мне сказал, что это какой-то прям убер-развод. Так, извини, брат, ты не угадал ни одно глобальное движение. Не согласен абсолютно. Да, у меня есть ошибки. Понимаете, в чём проблема? Ошибки у нас вот как-то воспринимаются. Типа, ты сделал, например, грубо говоря, 10 трейдов у тебя плюс, там 3 трейда минус. Ну почему-то 10 трейдов плюс всем вообще побор... Сейчас спроси, где я вообще собрал, сейчас у аудитории спроси, где Виталик заработал плюс? Там типа без иронии, без сарказма, на каких движениях, типа, вот он в этом году получил хороший процент? Ой, хрен кто скажет. Зато спроси, а Жуков, короче, с девятки пропустил движение вниз? Все скажут, да, да, пропустил, пропустил. Никто не скажет, что за этого 3 отскока от девятки Виталий поймал. Никто этого не скажет. Но последнее четвертое пропустил, скажет определенно. Поэтому, друзья, к сожалению, здесь я не солидарен с такими высказываниями. Жуков номер один. Это вот прямо у нас такой, один из самых, как так, старых подписчиков не скажешь, один из самых давних подписчиков, один из самых первых подписчиков. Очень благодарен вообще вот той вот группе людей, которые со мной уже, вот с самого там развития канала. Действительно, очень вас, ребята, уважаю. И, ну, неспроста, я думаю. Говоришь, так рынок не льют. Это алгоритмы, я так понимаю. Да, я имею в виду, что, понимаете, в чем дело? Алгоритмы, они настроены на то, чтобы забрать ваши стопы. Им нахер неинтересна цена, поверьте мне. Ну, вот как есть, цена вообще неинтересна. Рынок льют, что, знаешь, это когда у всех паника. Когда все понимают, что полная жопа, когда реально начинают распределяться люди. Люди, поверьте, отслеживая реальные ордера, а их легко довольно отслеживать, когда ты смотришь, особенно там низколиквидные биржи. Люди покупают преимущественно на уровнях. Действительно видно, что довольно неплохое, довольно большое количество покупок. Да, есть шартисты, но многих сносят. Обратите внимание, сколько сквиз за сквизом, сквиз за сквизом. Поэтому я бы не сказал, что здесь алгоритмы нацелены на то, чтобы опустить на дно. Им вообще по барабану. Докупайся, Виталий, на 3000 все продашь. Мне всегда очень нравятся такие комментарии, когда либо мой прогноз неправильный, да, либо, соответственно, какие-то вот ребята есть, которые там месяц-два-три на рынке и уже дофига умные. 3000 не дадут, понимаете? Вот вы просто поймите. Вот пока, вот если цель 3000, то так будут высасывать еще. Вот на 3000 сейчас вот не опустят. Может быть, когда-нибудь. Но вот так, чтобы среднесрочно его там рассматривать 3000, вот прям все посыпалось и 3000, хрен. Виталий, как красавчик, не унывает, а молодец. Ну, спасибо, спасибо. Только ты один думаешь, что это развод. А, не только ты один. Базалев тоже оптимистично настроен. Это и плохо. Сейчас реально вторую криптозим. Вы знаете, вот насчет Базалева, я смотрел его некоторые выпуски. Очень толковый мужик, действительно. И я хочу вам сказать, что мы же не говорим за таких, например, трейдеров, как я. Мы не говорим за таких трейдеров, как Базалев. Есть еще трейдеры, очень-очень адекватные. Вот, мы говорим за массу. А масса вниз. Масса нацелилась определенно вниз. Поэтому, ну, сами понимаете. Здесь как раз-таки именно мы идем против толпы. Продолжаем закупаться на Черную Пятницу. Ну, если вы закупались, я вас поздравляю. Я тогда сказал, что, ну, как бы я видел и считал, что это развод. Кстати, мне очень интересно. Мне многие говорят то, что я, типа, движение-то упустил, да. Ну, я думаю, вы помните, смотрели у меня все в открытом доступе. То, что по 9300 я все зафиксировал. Сефир по 193, по-моему, весь продал. Ну, вот 190 там с копейками, 191, 193, весь продал. Да, другое дело, что относительно этого движения я зашел выше. Вот, это другой вопрос. Ну, то, что сейчас разворот, да. Дизлайк. Что значит такое? Я не верю. Это ты так... Так будет, а веришь ты или нет? Дуришь хомяков, рассказываешь басни про веру. Не стыдно. Мне вообще не стыдно. Я считаю, что это полный дегенеративный комментарий, потому что... Что такое не верю? Не верю – это фраза, основанная на опыте, на многолетнем опыте. Я могу говорить про опыте, потому что я на рынке очень давно. Я на крипторынке давно, я на фонде еще дольше. Вот, действительно, единственное, сейчас с фонды я полностью ушел, но у меня действительно большой в этом опыт. И я вижу объемы, вижу уровни, вижу поведение покупателей, вижу, как импульсно давят. И я не верю. Я говорю прямым текстом, я говорю, я не верю, потому что я считаю, что это развод. Какое приложение для андроида есть, чтобы торговать с телефона? Используйте хорошие биржи, и у каждой хорошей биржи есть свое хорошее проверенное приложение API. Пофигу это Кукоин, ой, Кумикс, Кумикс, Кукоин, я уже их путаю. Короче говоря, пофигу. Бинанс, любая биржа, Финик, у всех есть свои приложения, у Цекс тоже свое приложение. Я преимущественно через него и торгую. Это будет сквирт. Но если со стороны удовольствия для тех, кто все-таки рискнул войти на этих вот сквизах, наверное, да. Привет, спасибо за обзор. Если надумаешь переходить на евро, чтобы было так, это я понял, насчет перехода на евро, я думаю насчет этого, у меня просто пока нет времени и сил. Когда найдется, когда у меня будет, ну, когда я подразберусь со своими проблемами, потому что у меня сейчас действительно очень много, у меня все-таки еще я переехал, у меня и ремонт не закончился, у меня еще студия. Чтобы вы понимали, у меня будет здесь несколько локаций, это не одна такая, у меня вот тут уже один фон стоит, там один фон купленный лежит, там стойки. Здесь будет три или четыре локации, я буду еще несколько рубрик добавлять на канал, возможно, я буду еще добавлять, может быть, даже ведущего добавлю. Буду нанимать человека по монтажу, потому что я планирую еще делать отдельно интересные ролики про монеты и тому подобное, сценаристов. Я, планы на канал большие. То есть, действительно, я хочу сделать здесь серьезную такую рабочую площадку. для того, чтобы это действительно приносило пользу людям, во-первых, доставляло кайф мне. В конце концов, почему нельзя? Насчет евро. Да, там меньше манипуляций, там меньше объема. Вот я помню, этот комментарий я читал, насчет ликвидности биржи. Это, понимаете, конечно, потянут. Вы же вкладываете, у вас какие-то есть средства, которые идут, не только ваши, я имею в виду, всех, кто торгует, например, на евро. Ну и как можно, если, грубо говоря, на бирже лежит три рубля, и у всех там три рубля, как можно попытаться вытащить четыре, если у всех три? Вот, поэтому, конечно, хватит. Плюс, что-то я не понимаю, что все тогда секс, к сексу пристали, это одна из самых надежных, одна из самых старых бирж. Очень удобная, постоянно развивается, офигенная поддержка, вот, вывод офигенный, отличные трейды. Да, кому-то не подходят стопы, но я без стопов торгую, мне будильники, это вот так вот. И я не знаю, что так, кто-то говорит, да, ликвидность ниже, но в этом плюсы. Вы что думаете, я только на секс торгую? Абсолютно нет. Я не знаю, почему к сексу. Прежде, как бы, чем вот этот момент, как бы, это затрагивать, надо разобраться. Ну, мне так кажется. 4200 ловите после коррекции на 8200. Ripple самый печальный. Но Ripple не самый печальный, я бы сказал, на этом проливе самый печальный был эфир. 4200, ну, во-первых, 4, еще раз говорю, 4700 уровень там. После коррекции на 8200 я не знаю. Я об этом говорил в прошлом выпуске. То, что надо будет смотреть, как как раз 8200, это просто как раз верхний уровень канала. Надо будет смотреть, как там себя будет вести продавец. Я все-таки думаю, что в глобальном плане мы все-таки будем продолжать глобальный аптренд. Но вот это абсолютно не исключаю. И надо будет отталкиваться исключительно от того, как себя будет вести продавец. Но явно думать не о 4200. То есть, если это будет 8200, то думать надо будет 5500, 6 с копейками. Вот так вот. Явно не 4200, почему? Потому что 4200 это какой-то, это не тот абсолютно уровень. Хороший кликбейт с этим, с Киркоровым. Это, знаете, это на самом деле нифига не кликбейт. Это те мысли, которые у меня были, когда я вывел эфир по 133. И я подумал, да, да, полная вообще. Поэтому нет. Так, Виталий, спасибо за выпуск. Пожалуйста, подскажи, на каких биржах можно покупать крипту через карту с минимальной комиссией. Цекс. Минимальная комиссия, я не знаю. Ну, там какая-то там 2, 3, 4, даже если 5%. Я не знаю даже, какая там комиссия. Потому что я не парюсь даже насчет этого, потому что это какие-то копейки. Как вы понимаете, у нас не регулируется крипта. У нас за эти, как бы, средства, ну, грубо говоря, никто не отвечает. И даже заплатить там за вот или вывод 5%, хотя я убежден, что эта цифра меньше. Не знаю. А когда будут налоги? Что вы будете говорить, когда будут налоги? Я, например, жду, когда будет налогообложение. Потому что я считаю, что заплати налоги, спи спокойно. А сколько, вы думаете, будет налог? Ну, минимум 6. Еще вам вывезти надо будет. А то, может, еще и больше. Где-то, знаете, есть страны, где по 30%, есть еще больше процентов. Так, камера у меня стопорнула. Что по ЗЭКу, какие цели? Цели по ЗЭКу я уже обозначал в роликах. Мы, ЗЭК, понимаете, я рассматриваю глобально, даже не среднесрочно. Глобально это прям год даже может быть. Понимаете? 80-100. Я считаю, что надо просто оставить и забыть. Сейчас, понимаете, такая ситуация у него, что у него нету тупо поддержки. Ну, нету. И надо понимать, что он может еще упасть. Да, ситуация стремная. Но, учитывая уровень коррекции, который уже идет несколько месяцев, и то, что мы в любом случае будем с него ловить отскок, и этот отскок должен быть очень крутой. Это раз. А два, ну, как бы глобально этот актив абсолютно подкрепленный. Потому что я тоже читал, кто-то мне говорит, что он ничем не подкреплен. Еще как подкреплен. Подкреплен алгоритмом ЭКУ-Хэш, который действительно, кстати говоря, ну, алгоритм алгоритм, ну, хрен с ним. Кстати говоря, хочу сказать вам сейчас, действительно я отслеживаю, везде растут хешрейты. Везде. Майнинг становится интересен. У меня есть знакомые, которые строят заводы. Ну, не заводы, а ангары, а большие ангары с айсиками. И действительно роют биткоин. И это как бы повод задуматься. Повод задуматься. АЗЭК – это ЭКУ-Хэш. Это один из самых топовых алгоритмов. Плюс анонимность, которая ему дает только плюс. Она не дает ему никаких минусов. Не из-за этого падает цена, а из-за того, что его где-то запретили за анонимности. Криптовалюта – это дело такое, анонимность, она только цены добавляет. И вы просто в какой-то момент так пыльнут. Поверьте. Ну, не поверьте, я не хочу, чтобы вы так думали. Но вероятность на это прям очень большая. 7400, 7500 надо продавать, а не входить. На 4-5 тысяч точка входа отличная. Я посмотрю на вас, как вы на 4-5 тысячах, когда вот так, вот все это увидите. И на 4-5 тысячах у вас будет отличная точка входа. Вы охренеете там. И скажете, 3-300 неплохая. А когда 3-300 увидите, у вас вообще такой жим-жим будет. 7400, 7500 – хорошая точка входа, потому что она ломает среднесрочный даунтренд. Закрепление над этими уровнями. Вот, например, мы сейчас наблюдаем 7600. Сейчас на дневке закрепимся, если над 7400, 7500. Можно спокойно входить с уровнем за 8, с целью за 8. Поэтому, да, в выпуске я справедливо сказал. 7400, 7500 – это довольно хорошая точка входа. А вот это 4-5 тысяч – хорошая точка входа. Но я посмотрю. Кто-то еще увидел, кроме Жукова, отскок по риплу. Отскок по риплу, я понял. Но ничего, что когда у нас был сквиз на биткоине, у нас рипл за уровень закинули, также сквизанули. Там 20 копейками было. Я просто помню, что я писал в закрытой группе. Там больше цента движения было туда-сюда. И это движение было довольно быстро. Оно в процентном соотношении было круче битка. Я заметил. Жалко, что вы не заметили. Откройте график, посмотрите. Хамах сказал, что будем падать. И что? Наверное, даже не буду развивать эту тему. И что? Напишите мне и то, что он там что-то правильно спрогнозировал. Это к вопросу, кто как дает. Понимаете? Есть у нас такой... Так, хочу сказать. Инфо-цыган. Инфо-цыган на криптофатеев. Понимаете? Ну, расскажите мне, когда он был неправ-то? Здесь вопрос подачи. Понимаете? Мне не зазорно сказать, что я неправильный прогноз дал или правильный. И я и там говорю, что так вот оно произошло. И в другом случае. Если я говорил, понимаете, я говорил. Если я оказался неправ, я оказался неправ. А кто-то... Для кого-то важно. Важен свой убер-супер-имидж. Это лишний раз показывает то, что, ну, типа, заработок не в крипте. Вот. Я, ну, как, я не скрываю, что YouTube тоже дополнительный источник дохода. Но, как я сказал в начале выпуска, реально, неужели вы думаете, что за YouTube, как бы, ну, давайте, там, по минималке. Вот у меня ремонт квартиры вышел, там, 3 миллиона. Вот, чуть-чуть меньше. А, неужели вы думаете, что YouTube столько несет? Вы правда думаете, что... Я бы сказал так. Вы правда думаете, что YouTube столько несет? Эфир нам нарисовал золотой член с яйцами. Это нам говорит о том, что скоро будет рост и золотой дождь не за горами. Ну, в принципе, плюс-минус. Что с зэком делать? Он обновил... Ну, насчет того, что он обновил дно, он... Он все время обновляет дно, потому что у него дна сейчас толком нет. Это насчет зэка сказал. Так, Хамаха. У меня такой вопрос. У секс-биржи есть приложение для андроида. Виталий, скажи, пожалуйста, через это приложение удобнее торговать, чем на компе? Или стоит лучше на компе, если ты им пользовался, типа? Приложение офигенное. Приложение почти все время пользуюсь. Пользуюсь, чаще даже пользуюсь им. Приложение отличное. Сторожем в доме культуры работаешь. Это, наверное, по поводу моей вот этой вот студийной сцены. Ну, да. Это тоже работаю. Опять порнушкой запахло. Не знаю, что это значит. Под чем занавески брал? Ну, я там ответил. Верни, интро с маской. Вам реально нравится интро с маской? Я могу выпуск провести в этой маске. У меня еще есть очки там, вон эта маска валяется. Ладно. Студенческий кружок в подвале с театральной аналитики по бирже ЦЭК с дневным оборотом аж 2 миллиона долларов. Дневной оборот, а не 2 миллиона долларов. При том, что... А даже если и 2. И то, что... При том, что на бирже Binance с дневной оборот... No comment. No comment – это когда ты не пишешь свой коммент. Это раз. Во-вторых, насчет ликвидности. Я как бы уже все сказал. И понимаете, как бы боты настроены на все крупные биржи. И если есть биржи с меньшей ликвидностью, причем ликвидности которой хватает для твоих трейдов вполне вот так вот. Что? В чем проблема? В чем проблема? Сколько раз ломали Binance? Просто задаю вопрос. Сколько раз ломали Binance? И понеслись ответы. Сколько раз ломали секс? И все молчат. Я уже молчу про удобство, про количество манипуляций. Потому что сейчас в манипуле все идут с Binance. Количество торговых ботов. Кто против кого? Вы что думаете, одна компания там какая-то торговые боты свое запустила? Ага, сейчас. Там их десятки этих компаний. И все-таки, наверное, получше смотреть биржу, где этих ботов поменьше. Поменьше. А не которые боты борются с ботами, через ботов, в ботов. Поэтому. Ну и завершающее уверовать нужно в Берсткоин. Как говорится, no comment. В общем, оставляйте свои комментарии. Рассказывайте мне, подошли ли вам такой формат. Ну и, собственно говоря, будем пробовать. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска, друзья. Всего самого наилучшего. Работаем.